ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще об одном очень значимом для Одессе событии расскажем в ближайшее время и познакомим вас с нашими гостями. Уже совсем скоро состоится премьера опереты «Белая акация». В связи с этим у нас в гостях участники этой опереты, артисты Театра музыкальной комедии. Встречайте Наталья Ткачук, лауреат Международного конкурса артистов опереты, Лилия Духновская, солистка Одесского академического театра музыкальной комедии «Минводянова» и Руслан Рудный, лауреат Международного конкурса артистов опереты. Доброе утро. Доброе утро. Приветствовать. 12 и 13 мая, 18.30, премьера опереты «Белая акация». Долгожданная премьера, поскольку это не просто спектакль, не просто опереты, это буквально символ нашего города. Скажите, как давно шла уже подготовка к этой оперете, и чем она будет отличаться от оригинала, который мы знаем и по фильму, снятому по этой оперете? Ну, ничем она не будет отличаться. Почему? Потому что это классическая оперета у нас со всех сторон, между прочим, юбилеи получаются. Почему? Потому что 60 лет самой оперете «Белой акации» исполняется в этом году 60 лет. 70 лет нашему театру. Юбилейный сезон 70-й. Получается, это одна из... То есть это последняя оперета Дунаевского, что тоже немаловажно. Ну и со всех сторон, я думаю, что будет юбилей. Но вы еще не все сказали. Не просто у нас будет 12-13 мая будет премьера опереты. Это само собой. А помимо этого, мы как всегда... У нас уже есть хорошая, добрая традиция. Знаете, вот в театре есть капустники, все. А у нас для зрителей тоже есть вот такая замечательная традиция. И в этот раз это будет «Акация-фест», так называемый, который пройдет на площади, украшенной, ярко убранной площади, с запахом, я надеюсь, что уже акация расцветет, с запахом акации, с хорошим настроением 100%. Мы ждем наших дорогих одесситов, любимых зрителей любого возраста, потому что каждый возраст найдет для себя что-то интересное. Там будут и фотозоны, и выступления лучших духовых оркестров города, и детские коллективы нас порадуют своим творчеством. В общем, все это можно увидеть 12 мая с 4 часов, потому что это пятница. А в субботу, 13 мая, мы ждем прямо вот с утра. Ну, почти так. Где-то с 11, как Одесса просыпается. Более подробно мы еще поговорим с вами об акации «Акация-фесте». Но давайте все-таки об оперете. Как давно началась подготовка к работе над оперетой? Сколько времени это заняло? Ну, вот девчонки скажут, они участвовали в промо, можем так сказать, акции, которая на колонаде была. Это был такой пресс-релиз сокращенная, light-версия «Белой акации». То есть там была композиция Владимира Ивановича, очень выстроена так, интересно, чтобы зрители окунулись. И почему, я думаю, что и родилась эта мысль, что люди соскучились за этой музыкой. И вот сейчас мы уже почти второй месяц занимаемся подготовкой этого спектакля. Он необычный со всех сторон. Он будет необычным. Такого спектакля второго у нас нет в театре. Почему? Потому что... В чем необычность? А-а-а, вот это я все взял так и рассказал, да. Он необычный. Он необычный, потому что вот мы не зря пришли с корабликами, да? Вот кораблики, и не просто кораблики, вот можно было бы сделать с газеты, правда? Нет. Это сделано... Из партитуры. Из партитуры, из нот. А почему? Потому что это музыка. Все пропитано в этой оперете музыкой. Акация пахнет музыкально. Корабли тоже музыкальные. Все это через Одесса море, звук моря, шум моря, музыка моря. И все это об этом. О спектакле о тепле, о душевных... О любви, о взаимоотношениях наших поколений, о романтических отношениях. Вот представлю, вот Тося, да, одна моя партнерша, Тоська, вот молодая, заводная, да. Ну и Лариса, с которой мечтаю съездить в Аркадию когда-нибудь. Мечтаю. Мечтаю, да, да. Слава, вам досталось достаточно сложное, ответственное задание, да, сыграть яшку буксира, и это роль, который в свое время, в которой в свое время блистал водяной. И насколько сложно было это исполнение, да, я понимаю, что это большая ответственность. Ну, не только водяной блистал в этой роли, на самом деле. У нас есть и вот сейчас Владимир Давыдович, да, народный артист Украины, который играл эту роль, уже я не знаю, какая у него редакция, то ли он четвертый раз играет. И, конечно, трудно, потому что все мастера, и иногда очень трудно вот найти себя, не потеряться. Делать это очень хорошо. Я стараюсь. Ну, а тут-то опять тоже совпадение. Михаил Григорьевич Водяной тоже земляк-то мой, харьковчанин. Тоже харьковчанин, и многие утверждают, что мы с ним чем-то похожи. Похожи, похожи. Вот, но здесь совершенно о другом все-таки на последней репетиции Владимир Иванович, режиссер наш, сказал замечательную фразу. Нужно искать больше вот одесского колорита в себе. Вот больше не одессизма, что ли, а вот состояние, то есть, как когда-то сказал Водяной в другом спектакле своем, вы думаете, это я живу в Одессе? Нет, это она во мне живет. Одесса — это состояние души. Состояние души. И вот это состояние души, немножечко какой-то сленг, немножечко что-то такое, то это надо найти в себе. Что-то показать. Ларочка, поехали в Аркадию. Да, да, да. Ну, что-то такое. Сегодня я не могу. Сегодняшний, сегодня я не могу. Завтра, пожалуйста, да? Вот, чтобы как-то зрители... Я понимаю, что молодежи, может быть, это немножечко не то. Они уже немножечко по-другому общаются, как та-та. Им вот это вот наше вот как-то не очень вот чуждо. Но все-таки мы хотим немножечко показать и вернуть тот дух прошлой Одессы. Я понимаю, что вот зрители старшего поколения, конечно, с огромным удовольствием пойдут, потому что помнят, знают, да. А как насчет вот совсем молодых? Есть ли для них на что посмотреть? Есть. Есть, конечно. Вам не на что смотреть? Молодой человек. Ты скажи, что у нас есть два состава. Первый состав, это у нас как бы старшее поколение работает, которое, да, вот уже давно работало некоторые вот артисты. А второй состав, это молодежь. Это все молодые, которые раньше не работали. Ну, я имею в виду, там, не 20 лет назад, не 30. Вот. И два разных состава, и два очень интересных состава по-своему. Я думаю, что люди придут, понимаете? Я в этом не сомневаюсь, потому что знаю, что уже на 12-13 мая билетов нет. И когда следующий спектакль, чтобы уже понимать, Если я не ошибаюсь, 26 мая. По-моему, да. Если не ошибаюсь, 26 мая. Ну, конечно, уже в июне, я уверен. Кстати, подсказывает режиссер, что уже на 26 мая тоже билетов нет, поэтому... Ну, пусть режиссер не подсказывает. Пусть не подсказывает. Нету, значит, нету. Будет. Найдем, найдем. Да, прийти на Акацию Фест, нами полюбоваться, и все. Давайте тогда об Акации Фест еще поговорим. Что, какие мероприятия запланированы? Ой, много всего. Много всего интересного. Вот тот дух Одессы, который мы хотим создать на сцене нашего театра, мы хотим его создать и на нашей площади. Это всевозможные фотозоны. Это, конечно же, я надеюсь, может быть, ваш режиссер подскажет, чтобы я не обманул. Это действующий фонтан наш. Не знаю, что он будет действовать или нет, но все равно, конечно, планируется все это. Это выступление духовых оркестров лучших коллективов нашего города. Это выступление детей, потому что... Кстати, в спектакле... Вот вы говорите, интересно ли молодому поколению. В спектакле заняты дети. И вот я думаю, что вот эти дети, это будущее Одессы, это вот эти вот ростки, это маленькие, пока еще небольшие лайнеры, маленькие кораблики, но они все-таки плывут по нашим одесским улицам. И вот эти вот дети тоже будут представлены на Акации фестик. Ну и, конечно же, какой же одессит не может похвалиться тем, что у нас есть своя одесская кухня, которую можно будет тоже... Попробовать одесскую тюлечку. Одесская тюлечка. Дунайская селедочка. Одесская. Мак, все у нас. Да, мак, это обязательно. Ну а как же, конечно. То есть это уже будет не просто оперет, а гастрономический праздник, который выйдет за пределы. Гастрономический. Но, тем не менее, отрывки за оперет тоже можно будет услышать, да, на Акации фест или нет? Я думаю, что нет. Да, это нет. Зачем нам открывать интригу? Я думаю, что нет. Там будет достаточно всего остального. Отрывки, я не знаю. Может быть, кто-то из духовых и сыграет. Не знаю. Но вообще, конечно... Но музыка Дунаевского все равно будет... Безусловно. Безусловно. Она же нам строить и жить помогает. Музыка Дунаевского, а как же. Дунаевский замечательный композитор. И вот такая вот у него прияда. И сын его тоже потрясающий композитор. Много всего создали. Жаль, что, может быть, многое еще бы смог успеть сделать. Вот я хотела вернуться к оперете. Вы сказали, что на сцене работали со взрослым поколением. Вот было ли сложно работать с мастодонтами? Вот вы сейчас очень плохие. Я вам сейчас скажу. Когда-то Евгения Михайловна, Демская наша, звездочка, Лялечка Иванова, вот, я говорю, ну, вы же старшая поколения. Как-то я так сказал, что старшая поколения. Говорит, запомни, деточка, это не то применимое слово. Я не старшая, я опытная. Вот это вот. Не обижаюсь. Это они, это опытное поколение, и с ними легко, потому что у них есть чему научиться. Легко. Они подсказывают. Они подсказывают, они водят за собой, они, иногда, может быть, не у всех есть терпение, но это нормально, это вполне естественно, потому что мы все не можем схватить сразу. Вот. А это, это очень интересно. Это вот это вот, наверное, спектакли о душе, о взаимоотношениях людей, и оно все передается через работу. Вот мы как окунулись в это с заслуженными, с народными артистами, на сцене будет весь ансамбль нашего театра. И все, все поклонники могут найти себе, почитателей артистов, своих артистов на любой вкус и цвет, я так думаю. Так Ляля Иванова тоже подходила, и Демская подходила к Лариске. Вот Ляля, как бы Тоська, вот я работаю Тоську, она всегда и подсказывала, вот Наташенька, надо вот так, так, вот я хочу, вот так, все. Просто это, понимаете, с ними работать. Потому что так кто-то подсказывал. Да, подсказывал. Ну, результат можно будет посмотреть уже 12-13 мая. Тем, кто, напоминаю, уже успели купить билеты, кому повезет все-таки попасть на премьеру. Остальным, кстати, сообщим, что в июне также можно будет посмотреть этот спектакль еще раз. И еще пока билеты есть, поэтому рекомендуем поторопиться, для того, чтобы приобрести и, в общем, получить массу удовольствия от известной одесской, одесской опереты. Вам спасибо огромное за то, что пришли сегодня к нам в гости. Желаем вам хорошей премьеры, ну и, конечно, хорошего фестиваля. Еще раз хочу напомнить, что 12-13 мая на Театральной площади будет такой подарок всем одесситам, всем любителям театра, всем любителям опереты и любителям Одессы. Также замечательный фестиваль Акация-фест. Обязательно приходите всей семьей, уверена, что получится масса удовольствий. Напомню, что в гостях у нас были Наталья Ткачук, Лилия Духновская, Руслан Рудный. Спасибо огромное за то, что пришли к нам сегодня в гости. И спасибо за то, что возродили классику одесского жанра. Спасибо. Ну, а утро на седьмом продолжится, буквально через несколько минут, сразу после рекламы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова